Дорогие друзья, всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. С вами врач-апушер-кинеколог Ольга Притухина. Сегодняшнее видео хочу посвятить теме, как же все-таки не потерять свою сексуальность, если вы остались одни и находитесь в стадии развода. К сожалению, по статистике много женщин, к сожалению, к большому процент растет практически каждый день, каждые полгода мы получаем статистические данные, которые все больше увеличиваются, и процент разводов действительно растет. Что же делать? Конечно, бывают совершенно разные обстоятельства, которые могут повлиять на это. То есть, чаще всего причина связана с проблемами в сексуальной жизни. К сожалению, многие женщины не обращают на это внимания. То есть, вам не нравится ваш секс, ваша интимная жизнь, вы это все терпите, терпите. То есть, эта проблема накапливается, накапливается, плюс появляется раздражимость, то есть, какие-то финансовые проблемы, бытовые проблемы. И, конечно, женщина, да и мужчина находятся на такой очень серьезной стрессовой ситуации, в стрессовой фазе, что им сложно решить эту проблему. И, конечно, когда они подходят к стадии развода, то они уже не чувствуют, что это, да, вот были какие-то проблемы в сексе, то есть, обычно это и бытовые проблемы, и финансовые проблемы. Может быть, появляются измены, потому что женщина, как и с названием видео, уже видно, что осталась одна, осталась одна с детьми. Она переживает, она нервничает. Очень часто женщины очень тяжело переживают развод, особенно, если мужчина содержал ее и детей. И, конечно, для женщины психологически это очень-очень тяжело. Так вот, друзья мои, все-таки давайте разбираться в проблемах, почему все-таки вам так хочется подавать на развод, разводиться. Возможно, если разобраться в проблемах, попробовать эту проблему разрешить более таким мирным путем, то, возможно, ваша семейная жизнь наладится, и вам не придется вот как бы вступать в бракоразводный процесс. Поэтому, все-таки, я крайне рекомендую вам сохранить семью, если уж нет каких-то глобальных обид, каких-то глобальных разногласий, для того, чтобы все-таки почувствовать что-то новое, возобновить ваши отношения. Кстати, в моей онлайн-школе «Как улучшить вашу сексуальную жизнь» мы постоянно про это говорим. Все-таки, как же привнести в вашу жизнь что-то новое. Конечно, регулярная жизнь, регулярный секс, они надоедают. И у кого-то, кому-то он надоел, и это все проглатывается или делается для галочки. Кому-то, кто-то ищет себе партнера на стороне, и поэтому мы получаем то, что получаем. Но, все-таки, если случилось так, что вы остались одна, то, дорогие женщины, я крайне вас прошу не отчаиваться. Потому что, действительно, женщина, которая сексуальная, которая наполненная, у нее есть возможность еще встретить своего избранника. И мы очень часто, и я, как врач своей практики, вижу женщин, которые с двумя детьми, и с тремя, и с более количеством детей находят еще себе нового спутника жизни и даже от него беременеют и рожают. Но для этого, конечно же, вы должны, во-первых, себя поддерживать, поддерживать не только в физическом плане, да, в плане внешности, в плане тела, в плане здоровья, но и в хорошем психоэмоциональном состоянии. Потому что, каждая женщина, что бы ни случилось, на ней все равно лежит ответственная за ее детей. Ей крайне нужно быть наполненной для того, чтобы свою энергию, даже если вы не хотите на сегодняшний день там брать, искать себе нового спутника жизни, вы могли наполнить жизнь детей своей женской прекрасной энергией. Что же для этого крайне рекомендуется делать? Ну, безусловно, разные бывают ситуации, тяжелые для кого-то, они очень финансово тяжелые, поэтому слушайте медитации. Сейчас действительно очень много медитаций, которые направлены на женскую энергию. Также не забывайте помнить про брюшное дыхание, когда вы ложитесь на твердую горизонтальную поверхность и начинаете дышать животом. То есть вдыхаете, выдыхаете, именно такой брюшной тип дыхания. И этот тип дыхания действительно очень хорошо восстанавливает вас именно в психоэмоциональном плане. Обязательно нужно слушать музыку, какая вам нравится, устраивать танцы, дискотеки и ходить на них. Если нет возможности там пойти на дискотеку, то дома включайте музыку, обязательно ее слушайте. Это очень помогает вам восстановиться, именно ваше психоэмоциональное состояние будет достаточно хорошее, достаточно наполненное, чтобы подарить вашу любовь детям. Также не забывайте про красивую одежду. У каждой из вас есть огромное количество красивых туфелек, сапожек, платьишек, каких-то украшений. Одевайтесь красиво. Вы прежде всего одеваетесь для себя, для своих детей. И любая красивая одежда, она привлекает к вам внимание, а соответственно у вас она разжигает такую хорошую, благотворную женскую энергию. Ну и уделяйте себе время, больше читайте книги, можно больше гулять, ходить пешком, можно заниматься каким-то видом спорта. Это все очень благоприятно влияет на ваше состояние, которое конечно крайне важно, особенно когда случился очень-очень тяжелый развод. Поэтому, друзья мои, я думаю, что обязательно у каждого из вас будет все хорошо. Также, конечно, это относится и к мужчинам, что мужчины должны себя поддерживать, должны наполняться мужской, хорошей, сильной энергией для того, чтобы дарить свою любовь детям и следующей избраннице. А я всех вас, друзья мои, приглашаю подписываться на мой инстаграм. Я специально для вас по многочисленным просьбам создала инстаграм, где мы разбираем очень много интересной и горячей информации. Поэтому ссылочка под описанием к этому видео. Обязательно подписывайтесь. Также хотелось бы узнать, какие вы дадите рекомендации женщине, которая находится в стадии развода и осталась одна с детьми. Также обязательно их пишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. И мы с вами обязательно встретимся. Всех целую и обнимаю. Желаю вам огромной удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok